задать вопрос в продолжении. Вот, например, сейчас ты уже около 8 месяцев без еды, через 10 дней будет 8 месяцев. И, наверное, я больше считаю, чем ты сама. И вопрос-то такой, а дети вот еще 7 месяцев назад они тебе предлагали что-то покушать, когда садились, и как сейчас, в течение 7 месяцев у них есть такое, что они вспоминают, что ты не кушаешь. Ну, они мне сейчас иногда предлагают, но это бывает очень редко, чаще они вообще про это забывают. Но если там что-то такое есть, но у нас нет с ними такого, чтобы они мне обязательно не предлагали. Потому что мы живем в социуме, и мне бы, наверное, не очень бы хотелось, чтобы например, в школе все знали и там начали там проверять, либо их расспрашивать, что а что у тебя действительно мама ничего не ест. И чтобы максимально отодвинуть вот эти вот разговоры, либо вообще убрать, поэтому мы как-то не заостряем внимание. А если сидим где-нибудь в кафе, у нас рядом с домом есть кафе, где мы с ними сидим, они кушают, я с удовольствием сижу с ними на свежем воздухе, и они мне как бы могут предложить, сказать, мам, хочешь попробовать. Но они, конечно, знают мой ответ, они не дожидаются, продолжают дальше есть, но тем не менее как бы вот это вот есть. Ясно, да.